Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Ваекра. Очень много жертвоприношений разные, все сложно разобраться. Поэтому давайте вот от Пейсаха к Ваекре. Был такой Диоген, древнегреческий философ, он ходил с фонарем. Днем мы, когда его спрашивали, что ты тут ищешь везде по городу, он говорит, ищу человека. Он бы подчеркивал этим, как трудно найти настоящего человека в этом мире. Однако еврейские философы говорят, что еще сложнее человеку найти самого себя. И в этом заключается смысл древнего еврейского обычая, если кто знает, в преддверии Пейсаха. Искать квасное со свечой в руках во всех уголках дома, это такой еврейский фонарь Диогена. И вот, если понять, какое отношение имеет уборка квартиры и поиск жизненного пути, ответить можно следующим образом. В преддверии Пейсаха мы освобождаем наш дом от квасного еще для того, чтобы напомнить себе о необходимости освободить душу человека от зла какого-то, от дурных качеств, от каких-то состремлений. То есть мы чистим немножко себя. Казалось бы, легче всего искать крошки хлеба, когда днем, конечно. Почему же еврейский закон говорит, что надо ночью, за сутки до Пейсаха? Потому что во тьме с помощью свечки иногда видно то, что не видно при ярком свете. В доме в любом, как и в душе, бывают щели, углы, которые обычно не заглядывают в течение года. Но Пейсаха перед вот это время, сейчас, требует усилия такого немножко другого. Но недостаточно освободить дом от хлебных изделий. Ну мы считаем, что квасной это символ отрицательных качеств. Нужно еще и принести мацу хлеб веры положительные качества. Как бы не было важно преодолевать недостатки, еще в большей степени человеку следует укреплять достоинство. Теперь будем выходить из этого рассказом. Ребе Изгур писал, что человеку следует по возможности решительно и быстро раскаяться в прошлых ошибках. Не фокусироваться больше на этом, а сфокусировать себя на добре, который он будет совершать в будущем. Однако для этого человек должен найти что? Свои достоинства, скрытые таланты, понять где он может развивать себя, где он круче. Как надо, короче говоря, увидеть добро в себе. Очень интересный совет дают еврейские мудрецы. Прислушивайся, во-первых, к мнению любящих тебя людей. А во-вторых, обратите внимание, что вы цените в других людях. Например, если вы уважаете в людях доброту или честность, то, скорее всего, вы добрый и честный человек. Царь Соломон говорил, что суть человека проявляется в том, что он прославляет. Умный прославляет, умный, храбрый, храбрость. Поэтому, если вы прислушаетесь к тому, что прославляют другие люди, вы узнаете все и о них тоже. А для себя обратите внимание, что вызывает у вас восхищение, уважение, и тогда вы много узнаете о себе. Более того, Болшемтов говорил, что каждый, кто говорит что-то о другом вообще, хорошее или плохое, говорит это о себе. Оправдывая наказание другого, он наводит наказание на себя. А если участвует в несчастьях кого-то и старается помочь, притягивает к себе добро и изобилие. Все очень связано. Вот наша недельная глава, Ваикра, открывает третью книгу Пятикнижья, которая посвящается в основном служениям в храме. Так вот, каждый из нас в течение жизни строит свой мир, свой храм, свою семью, какой-то внутренний свой храм. Каждый тем или иным образом потом еще и служит в этом храме. Наша недельная глава рассказывает нам совершенно о новом вещи. Дело не только в том, что ты делаешь, дело в том, с каким чувством ты это делаешь, с каким намерением. Не только неверный поступок в храме делал жертву негодной, но и неправильная мысль и неправильное намерение. Представляете себе? То есть, если ты казалось бы, что ты хочешь сделать хорошо, но при этом думаешь, что это отрицательно, не работает. Поэтому мы в нашем материальном мире должны найти Бога через изменение собственных поступков. Написано, что если бы этот материальный мир не давал нам уникальные возможности познания Творца, он никогда бы не был создан. Итак, мы приступили к книге Ваекра. И в комментарии книги Ваекра Рав Гирш написал, святость, которую мы будем изучать в течение этой недельной главы, что это такое? Святость это быть просто готовым к каждому хорошему делу. Это не что-то такое, находящееся за облаками. Просто если тебе падает в руки хорошее дело, не жди и начинай, ты будешь вот этим вот святым, а не то, что летают и так далее. Брахава Ацлаха, всего самого лучшего.